что мы с господом на что он воскрес что он живой присаживайтесь пожалуйста спасибо группе прославление огромное это милость быть его доме это милость что мы сегодня здесь это милость что он нам открыл сами это милость что у нас продолжает учить это милость что мы сегодня свободно здесь собираемся аминь это милость он нам оставил свое письмо все свои наставления утешение это мило что у нас есть дух святой утешитель наставник наш это мило что мы есть друг у друга повернись может быть кто кто если кто-то рядом с тобой сидит или сзади скажи я рад что ты есть у меня мы действительно есть друг у друга и господь хочет чтобы мы получали от этого действительно радость что мы есть друг у друга что мы не одиноки мы не сами мы есть руку друга аминь если кто-то один сидит и тебе никто не сказал я говорю тебе что я рада что ты есть у меня смотри он мой муж сидит один лёша я рада что ты есть у меня по сестричка новенькая у нас тоже я рада что вы есть у нас вы знаете господь действительно у нас сроднил иногда думаю господи если не пришли господу мы же друг друга бы не знали никогда вообще вы не знали не пересеклись наши пути это такая милость что он он сроднил нас он благословил нас я сегодня знаете чем хочу я не буду долго сегодня говорить у меня просто в сердце есть такое небольшое послание я хочу поделиться с вами вот это не будет учение это будет как проповедь может быть просто как я верю что господь он хочет обратиться ко мне и к тебе с этим словом вы знаете наша жизнь здесь на земле она дана нам один раз да то есть мы не можем получить здесь несколько жизней как кто-то верит что там человек там да несколько жизней нам дана отношений на земле и это самое дорогое вообще что у нас есть с вами это наша с вами жизнь я верю что господь он сегодня просто тебе и мне говорит жизнь это как знаете как сад может быть где моего жизнь начинается да и она заканчивается здесь на земле в небесах она может продолжиться если будем веровать в господа идти до конца да она будет продолжаться в небесах и господь говорит возделывай и храни свою жизнь или возделывай и храни свой сад ты знаешь ты и я для господа настолько мы важные цены сегодня что для него очень важно чтобы ты остался целостным чтобы ты был утешен исцелен чтобы ты был освобожден чтобы ты был благословен господом почему потому что он действительно заинтересован в том чтобы ты не погиб вот ты вошел в небо ты вошел его царство чтобы твой конец был лучше твоего начала и сердце божье она вы знаете я верю что она просто найти как сегодня она кричит к нас и умоляет нас и говорит забудь о своей жизни ты и я это дух у нас есть душа и мы живем в теле это тело мы когда-то оставим но наш дух наша душа они пойдут господу и бог сегодня говорит забудь со своем духе заботься о себе первую очередь потому что оказывается это очень важно что с тобой что со мной для бога очень важно что с твоим сердцем что с моим сердцем что происходит с моей душой что внутри меня это очень важно для господа потому что господь он пришел освобождать он пришел спасать он пришел исцелять он пришел подымать и восстанавливать он пришел давать надежду и он сегодня не изменился он тоже он хочет сегодня кому-то дать надежду он хочет сегодня кого-то восстановить утешить ободрить поднять хочет чтобы сегодня твой мой сосуд он был целостным и чистым мы сегодня пели господи да измени меня зачем чтобы я мог сделать то для чего ты меня призвал господь хочет наполнить твой и мой сосуд своей жизнью, но прежде всего Он хочет тебя сделать целостным, чтобы ты мог эту жизнь нести, чтобы ты мог эту жизнь не растерять, чтобы ты и я, мы могли поделиться этой жизнью, потому что Бог сегодня очень сильно хочет жить через тебя, говорить через тебя, любить через тебя, прикасаться к жизням других через тебя. Но вы знаете, я заметила, когда со мной что-то не так, я не даю Богу делать это через меня. Когда с моей душой что-то не так, я не позволяю господу течь через меня когда что-то не так мы зациклены на себе и мы не даем той живой воде течь через нас а господь хочет двигаться а господь хочет прикасаться к другим жизням и даже когда он прикасается другим жизням в этот момент он и твою жизнь меняет он и с тобой что-то совершает свою работу свой великий труд и поэтому он сегодня говорит вы сделай вы сделай свою жизнь и охраня ее вы знаете на нас сегодня если взять по целый день 24 часа в сутки до какое-то время мы спим но остальное время мы что-то слышим куда-то смотрим мы впитываем какую-то информацию и сегодня очень важно куда я смотрю что я слушаю что я впитываю где я нахожусь потому что то пища которые буду кушать она будет меня понимаете будет меня творить или будет созидать или будет разрушать смотрите давайте мы откроем и иисуса навина иисус навин мы знаем все это местописание читали не раз это 1 глава 8 стих здесь написано да не отходит сия книга закона от уст твоих но получайся в ней день и ночь дабы в точности исполнять все что в ней написано тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно есть пища божья которая даст нам жизнь если бог говорит если ты будешь день и ночь день и ночь поучаться слове божьем если это не будет отходить от твоих и моих глаз если я буду размышлять над этим блок обещают что он поможет до если я буду размышлять и буду знать как же мне поступать я буду успешно в путях и буду поступать благоразумно сегодня очень много можно совершать не благоразумных поступков и бог он хочет сохранить нас путях наших и направить нас путях и чтобы мне знать как мне в точности все исполнить не нужно знать слово божье очень важно знать слово божье знать что бог написал мне что он думает обо мне что он говорит обо мне знаете почему так важно сегодня потому что у нас есть враг который говорит всегда противоположное что говорит бог есть враг есть дьявол который приходит и обманывает если бог пришел чтобы созидать твою жизнь и мою то дьявол пришел чтобы разрушать если иисус пришел чтобы спасти дьявол пришел чтобы украсть убить и погубить если господь он желает нас делать сильными обновлять то враг всегда старается сделать нас слабыми неуверенными и сегодня он действует через одно очень сильное оружие через ложь вы знаете сегодня не только неверующие люди но также верующие мы можем слушать как дьявол нашептывает у тебя меня всегда есть выбор кому ты будешь верить мы когда-то пели псалом чьим словам поверишь ты да и мы отвечали я буду верить слову господа сегодня дьявол может прийти сказать то посмотри на себя в зеркало на кого ты похож посмотри посмотри вообще а слово божие говорит ты дивно я дивно тебя устроил ты прекрасен и тебя дивно сотворил в утробе матери твоей дело может прийти сказать ты никогда ничего не сможешь у тебя никогда ничего не получится посмотри у того получилось у тебя никогда не получится а бог говорит драгоценный мой сын мой дочь моя ты со мной все можешь ты все можешь в укрепляющем тебя господи совсем противоположные вещи и каждый день вы знаете если проверить наши мысли наш разум постоянно приходит информация нам говорит бог и нам говорит враг нам могут говорить люди нам могут говорить наши родители что-то учителя вы знаете сегодня маленькие дети просто пример такой приходит ребенок в школу у него не получилось что-то там по математике ему учиться говорит у меня такого тупого ученика еще не было сколько можно с тобой заниматься потягало его за ухо еще что-то кто-то с друзей сказал отойди отсюда посмотри какой-то мы с тобой дружить не будем ты слишком маленький он пришел домой и у него внутри может быть все болит все кипит и мама прибегая с работы и смотрит очень носки не там лежат почему тарелка не помыта а ты уроки выучил она бегом в ванную и в него внутри может оставаться какая-то боль какие-то вещи они накапливаются то что он сегодня слышал о себе плохое негативное это накапливается накапливается день за днем и знаете драгоценные мы родители так важно ну не важно ли это дети или взрослые мы очень часто обращаем внимание на какие-то внешние факторы бога интересуют внутренние и дьявол всегда обращает внимание на негатив а бог нас обращать позитиву и господь хочет сегодня научить нас различать эти голоса слово боже говорит мои овцы слышат мой голос идут за мной за чужим не пойдут и сегодня господь хочет научить тебя и меня знать его слова получаться день и ночь чтобы оно не отходило от глаз и туз моих чтобы мне в точности исполнять что там написано чтобы мне быть благоразумным жизни моей чтобы мне ходить его путями чтобы когда придет лукавый и будет меня обманывать я могла знать правду о себе ты мог знать правду о себе ты мог знать правду о своей жизни своем будущем а своем мужа жене написано в слове божьем иоанна восьмая глава давайте мы откроем иоанна 8 евангелет иоанна восьмая глава в сорок сорок четвертом стихе написано что когда он говорил ложь говорил свое ибо он лжец и отец лжи то говорится дьяволе он отец лжи он всегда говорит ложь иисус он всегда и он есть истина и он всегда говорит истину и знаете у людей из правдой у каждого на своя когда происходит какие-то конфликты ужин он и свою правда у мужа своя правда но есть истина и она всегда у господа и господь Он просто сегодня обращает твое и мое сердце. Он говорит, наблюдай за своей жизнью, наблюдай за своим сердцем. Своё сердце храни больше всего хранимого, больше всего на свете храни своё сердце, потому что оттуда что? Источник жизни. Что впустим туда, то будем и черпать оттуда. Что поместим туда, то будем и черпать оттуда. То придётся и кушать оттуда. Поэтому давайте мы будем помещать туда Божье, Божье, день за днём, каждый день помещать в своё сердце Слово, помещать в своё сердце Господа, чтобы нам действительно идти за истиной, не за ложью, за истиной. И когда ты будешь в истине, когда ты с Богом, когда ты на лозе, будут трудные минуты, они приходят в нашу жизнь. Нет такого, чтобы у человека всё было гладко. Но когда ты знаешь своего Господа, Он сохранит тебя, Он подскажет тебе. И ты сможешь выбрать Его путь. Ты сможешь выбрать Его путь. Ты сможешь сказать, дьявол, нет. Нет, это не обо мне. Ты лжец, я не буду тебе верить. Вот что Бог говорит обо мне. Вот что Писание говорит о моей семье. Вот что Слово Божие говорит о моих детях. Вот что Слово Божие говорит о моём муже, о моей жене, о мне самом. Очень часто даже верующие люди сегодня, вы знаете, мы можем ходить в церковь, мы можем не знать Бога. Мы можем не знать, кто мы, что бы приготовил для нас, что вообще важно. Мы можем заботиться о внешних вещах каждый день, суетиться, даже делать что-то сильно для других людей. Но если ты не позаботишься о своей душе, о своём духе, ты можешь погибнуть. И мы сегодня многие вещи наблюдаем, как в мире, так и в церкви. И Господь, Он просто сегодня говорит, храни свою жизнь, храни свой сад и возделывай его, возделывай день за днём. Переключись на Господа, переключись. Многие люди, мы не на том сконцентрированы сегодня. Мы не того желаем, не того ищем, даже будучи верующими, детьми Божьими. Часто мы ищем своего, мы ищем того, что ищет мир. Мы хотим того, что хочет этот мир. Но Господь говорит, переключись. Ты не туда смотришь, ты не того желаешь, ты не то ищешь. Есть более ценные вещи, вечные вещи, которые цены для Господа. И смотрите, давайте мы немножко выше поднимемся. Восьмая глава. написано, 31 стих. Тогда Иисус сказал к уверовавшим Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моём, то вы истинно Мои ученики, и познайте Истину, и Истина сделает вас свободными». Смотрите, если пребудете в Слове. Это не просто читать Библию. Её можно пересчитать от начала до конца. Пребывать — это быть в чём-то постоянно. Это применять в своей жизни. Это то, что ты и я, мы будем просто делать в своей жизни. Когда ты делаешь это каждый день, это становится частью тебя. Когда ты исполняешь Слово Божье, и Он помогает тебе. Бог, драгоценный, Бог помогает нам исполнять Слово Божье. Аминь. Потому что милость Его велика. Потому что Он, в первую очередь, заинтересован в этом. И Он помогает нам любить, помогает прощать, помогает говорить правильные вещи в свою жизнь, в жизнь наших братьев и сестёр. Помогает говорить истину. Помогает не лгать друг другу. Помогает быть искренними. Это Бог помогает. И Он говорит, если вы только пребудете в Слове Моём, если вы только будете жить в этом, а чтобы в этом жить, надо Его познавать, это Слово, размышлять, быть в Слове каждый день, чтобы нам видеть этот путь, который метит. То Господь говорит, тогда вы истинно мои ученики. И познайте истину, и она сделает вас свободными. Ложь приводит нас к рабству. Дьявол, он хочет держать тебя и меня в рабстве. А Господь хочет дать тебе свободу. Потому что, давайте мы дальше прочитаем. Смотрите, почему. 34 стих. «Истинно говорю вам, всякий делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Раб не пребывает в доме вечно. Сегодня ты можешь быть, и я, рабом греха, рабом людей, рабом чего-то мнения, рабом чьих-то желаний, даже своих и других. Но Бог говорит, что в доме пребывает вечно Сын. И Он призвал нас к свободе. И Он говорит, познайте истину. Познайте истину. И Иисус наш есть истина. Каждый день, когда мы познаем Иисуса, мы освобождаемся. Мы чего-то освобождаемся. Бог дает нам свободу, Бог дает победу. И Он говорит, будете познавать истину, и будет приходить свобода. Свобода в ту сферу жизни, в ту сферу жизни, в отношения, в какое-то понимание будет приходить Божья свобода. Потому что Он хочет и видеть тебя Сыном. Бог не видит тебя рабом. Бог видит тебя Сыном. Бог видит тебя дочерью. Потому что Он Отец. И мы в Его семье. Мы лукавые, пытаются сделать из нас рабов. Когда человек раб, ему очень трудно быть счастливым. Но когда ты свободный, ты счастлив. Свободный. Когда ты Сын, ты действительно понимаешь вот это отцовство. И Он хочет давать всё больше и больше отцовства. И вы знаете, я хочу сказать ещё об одной такой вещи очень важной. Дьявол, написан Отец Лжи. И в Библии, вы знаете, очень много мест в Писании, где говорится, не лгите друг другу. Иногда кажется, ну ложь — это что-то, да, ну такое, ничего, ну ничего, как бы не очень страшный грех. Но это очень серьёзный грех. Вы знаете, даже когда мы говорим, как твои дела, у тебя всё плохо, но ты говоришь, да мне всё хорошо, всё классно. Ты обманываешь. У тебя, может быть, есть причины, что ты не говоришь правду. Может, ты боишься, что тебя не поймут. Может быть, ты не знаешь там, как открыться, да. Есть как бы разные причины, но когда мы не говорим правду, всякая неправда, это и есть ложь. Ты там где-то соврал, там где-то соврал, там где-то был неискренний, да. И это тебя убивает. И это на руку врагу. Потому что чем больше мы закрываемся, чем больше мы закрываемся, тем больше он имеет власти в нашей жизни. Иисус сказал, с искренним я поступаю искренно, а с лукавым по лукавству его. Если у тебя есть такая проблема, тебе трудно открыться, тебе трудно сказать правду, ты где-то внутри тебя, что-то, может быть, мучает, помолись Господу, попроси, чтобы Он помог тебе быть искренним. Это не обязательно всем всё рассказывать. Бог обязательно тебе даст человека, который тебя не подведёт, который тебя выслушает, который поможет. Господь, Он всегда даёт, даёт этих людей, Он посылает на наш путь этих людей. Иногда ты даже, может, ты не думаешь, что это этот человек, но Он приводит этого человека в твою жизнь, где ты можешь открыться, где ты можешь поделиться, где ты можешь, может быть, как, знаете, говорят, разгрузиться. Почему? Потому что, когда мы что-то не открываем, какие-то вещи с самого детства, они накапливаются, накапливаются. И если ты с этим не разбираешься, если ты это носишь внутри себя, рано или поздно это может взорваться и убить тебя, и погубить. Бывает много случаев, которые мы знаем, что какие-то даже, даже, ну, такие ситуации приводят людей даже к смерти, да, к самоубийству, к суицидам. у меня сегодня тоже была, как бы на работе с одной девочкой разговаривала, она начала плакать, и была возможность, ну, поговорить с ней. И мы начали разговаривать, и она настолько устала от этой жизни, всё накопилось, просто проблемы наслоились, наслоились, и она пришла к тому, что говорит, Зоя, я не хочу жить, у меня такие мысли, что-то сделать. И я понимаю, что сегодня таких людей очень много. И она верующий человек. Что самое страшное, что это человек, который верит в Господа, и к нему тоже приходят, у нас иногда вопросы, как же ты с Богом, почему это приходит? Нам нужно разбираться, нам нельзя закрываться, нельзя что-то держать там, глубоко внутри себя. Нам нужно научиться отдавать это Богу, отдавать это друг другу, делиться, молиться друг за друга, потому что Господь хочет сегодня помогать, Господь хочет вытянуть, может, даже с самого детства какие-то вещи, которые тебя просто убивают. Может быть, это какая-то ложь, которая настолько засела внутри тебя, и ты не можешь с этим справиться, и ты не знаешь, что с этим делать. И приходят к тебе различные мысли нехорошие, не ходи с этим. Я тебя просто умоляю, если к тебе что-то приходит, не ходи с этим, не борись сам. В этих ситуациях нужно просто трубить, нужно просить кого-то о помощи, чтобы кто-то стал рядом, чтобы ходатай и молились за тебя. И Господь поможет, Он даст выход, Он даст надежду. Просто Бог пошлёт Слово, которое поможет тебе, направит тебя. И есть ещё моя часть. Вы знаете, сегодня важно, действительно важно, что внутри меня, что я туда помещаю, насколько я на лозе или я не на лозе, в Боге я или не в Боге. Это очень важно, драгоценные. Не просто ходить на служение, не просто Бог зовёт нас с этой поверхностности, на глубину, на глубину этих отношений с Ним, на глубину этих отношений друг с другом. Я помню, к нам приезжал пастор из другой церкви, и он говорил такое слово, было, что Господь хочет поднимать в нашей церкви Варнав. И Варнава — это сын утешения, это человек, который утешает. И он просто говорил, слово пророческое такое было, что Господь многих утешит и сделает из них утешителей. То есть ты сможешь пойти и утешать дальше других, но прежде Бог хочет утешить тебя. Он хочет исцелить тебя. Он хочет послужить тебе, чтобы ты был здоровым в Духе, чтобы твой Дух был здоров. Потому что нездоровая пища, она убивает. Твой Дух может унывать, твой Дух может надломиться где-то, твоя Душа может болеть, но Бог хочет тебя исцелять, потому что у Него просто сердце болит, когда тебе плохо. И у Него сердце болит, когда Он в тебе, а Он не может жить через тебя. Он желает жить через тебя и обновлять тебя, благословлять тебя. аминь аминь весаи 53 9 глава написано что это говорится там об иисусе не было лжи в устах его у иисуса никогда нет уже но почему-то так часто когда иисус нам что-то говорит мы ему не верим но когда приходит человек и говорит тебе ты ему веришь или я ему верю когда дьявол что-то говорит ему веришь описно в его устах нет уже его слова чисто его слова не возвращается к нему тщетным никогда и господь сегодня хочет чтобы ты верил его слову его слову и только его слову чтобы не говорил мир чтобы не говорили обстоятельства чтобы не говорили люди чтобы не нашептывал тебе враг верь его слову ведь только его слову его слова истина его слова чисто его слова как баня водная его слова как зеркало где мы сегодня больше пребываем что наших руках мы держим чаще какой информации мы находимся где каждый просто сам себя спроси бог говорит почему так важно вникай в себя и в слово вникай в себя и слова зачем потому что господь говорит если ты будешь это постоянно делать ты себя спасешь и того кто будет тебя слушать могут вникай вникай в себя не для того чтобы осудить себя но чтобы исследовать исследовать писание исследовать свое сердце исследуешь писание следуешь свое сердце и ты понимаешь где есть несоответствие где мне что надо изменить чем надо разобраться что надо отпустить где нужно поговорить потому что время бежит что-то мы отбрасываем потом разберусь потом с этим разберусь потом. И такая гора, и ты уже потом не можешь разобраться. У тебя паника, истерика, ты не знаешь, как с этим жить и что делать, и тебя разрывает внутри. И многие люди приходят к плачевным результатам. Поэтому, чтобы тебя не разрывало, не раздирало, чтобы просто ты действительно имел эту победу во Христе, каждый день вникай в себя и в слово. Смотри в это зеркало. Я себе говорю, Зоя, смотри в это зеркало. Я тоже часто себя встряхиваю. И бывают ситуации, когда уводят суета, какие-то дела, дела. И Бог говорит, иногда я сначала не понимала, думаю, ну надо же людям, людям. Бог говорит, Зоя, если ты только будешь людям, и ты не будешь о себе заботиться, ты разобьешься, ты сгоришь, ты пустая будешь. Ты должна заботиться о своей душе. Смотрите, заповедь говорит, возлюби ближнего, как самого себя. И раз я думала, что значит себя любить, да? Господь говорит, что мы должны любить себя, любить свой дух, любить своего нового человека. А что значит любить? Это заботиться о нем. Это кормить его правильно. Это охранять его, чтобы он рос, чтобы он возрастал в зрелость Христа. Бог ждет от нас зрелости. Драгоценные мои, Бог ждет от меня зрелости. Бог ждет, Он хочет войти в твой сад и вкушать плод. В песне написано, что возлюбленный, войти в мой сад и вкушай. Можем ли мы сегодня позвать своего возлюбленного Господа в свой сад, свою жизнь, чтобы он вкушал? Он желает это, Он желает вкушать твой плод. Он желает вкушать твой плод. А плод, Он только тогда, когда ты на лозе и я, когда Его жизнь течет к нам, когда мы постоянно с Ним и в Нем. Он хочет общения, говорить, говорить каждый день. Вы знаете, когда кто-то звонит, ты уже с Ним давно не разговаривал, ты говоришь, а кто это? Зоя, ты что, меня не узнала? Нет. Мы уже давно не общались. Так это же я. Так и Господь. Вы знаете, придет какой-то голос. Если ты давно не слышал Господа, ты можешь не узнать, кто это. И это опасно. Это очень опасно. Ты можешь не узнать Его голос. Поэтому Бог говорит, приходи ко мне каждый день, разговаривай со мной, я хочу говорить к тебе. У меня есть, что сказать тебе. У меня есть, чем ободрить тебя. У меня есть, как благословить тебя. Господь великий Бог. Важно, чтобы ты отдавал отдых себе так же. Я знаю, что многие люди разбиваются, когда они очень сильно уставшие. Многие начинают грешить, когда они сильно уставшие. Ты можешь быть уставшим физически, душевно, духовно. Это может быть в комплексе. Бог сам говорил, что шесть дней Он творил, да? Он работал, и седьмой день Он отдыхал. И Он нам дал такую заповедь. Он сказал, это важно, иметь этот покой, иметь этот отдых. И вы знаете, что я заметила? Важен физический отдых. Но если у тебя в жизни будет только физический отдых, этого хватает, ты можешь там и месяц, и полгода отдыхать, и этого всегда будет мало. И ты будешь, поработал неделю, и ты уже вроде бы не отдыхал. Физический отдых нужен. Но твоя душа, твой дух, они могут всё время отдыхать в Господе. Если ты в Нём, ты будешь успокоен. Если ты в Нём, ты будешь сохранён. Смотрите, что говорит 90-й Псалом. Я его перечитывала, вот буквально, на днях. Мы раздавали молитвы, я открыла на украинской мове, и он меня так вдохновил. Смотрите, что написано, я на украинском прочту. Кто живет под покровом Всевышнего, кто в тени всемогутнего мешкает, то и скажет до Господа. Посмотрите, как Бог говорит. До Господа может сказать. И дальше, вы помните слова, которые там говорятся, да, что Он тебе, что ты охрана моя, ты твердини моя, Боже мой, я надеюсь на тебя. Ты сможешь эти слова сказать только тогда, что Он твоя твердиня, Он твоя охрана, что Он ангелам скажет тебя оберегать только тогда, когда ты где живешь под покровом Всевышнего и в тени всемогутнего что? Мешкаешь. И в русском там каже покоешься, да, покоешься, то есть находишься там покоя под его крылом, когда ты в нем, только тогда ты можешь сказать, ты моя сила, ты мое прибежище, и стрела не поразит, и язва не прикоснется. И дальше, смотрите, написано, в украинском написано, что обожав он меня, то его збережу, зроблю его сильным, бо знает имя моего, как он меня кликнет, то ему отвечает, то ты чувствуешь, что они божают, это нормально, божать там устройства, комфорта, да, божать каких-то, ну, земных вещей, но Господь пише тут, за то, что ты божал меня, и русский переклад, за то, что ты возлюбил меня, я тебе збережу, и доготую днів, да, насечу, и дам тобі силу, бо ты знаешь имя моего, как важно знать его имя, как важно быть под его крилом, очень близко до него, как важно божать его, первое все, родненьки мои, я собі кажу вам, его, мы божаем, ну, много чего, но так его сердце прагне и хочет, чтобы мы божали его, первое все, у цьому наш захист, лукавый обманюет сегодня многих людей, обманюет молодь, он даёт такие божания, которые забудут людей, просто в тупик, а Бог даёт божание, где крила виростают, и хочется жить, и хочется творить, и хочется любить. Давайте мы закриемо свои очи, очи нята, и просто поблагаем с Господом нашим, рідненьким. Рядный Батько, мы действительно так хотим божать тебя, любить тебя, и возьми нас под своё крило, Господь, дай нам таку просто спрагу по тобі, чтобы все інше, воно, воно не турбувало нас, Господь, чтобы оно приходило саме собою, дай нам повірить в твои слова, щирі, відкриті, чисті, рідный Батько, возьми каждое сердце, яке сьогодні обманув ворог, стіли его, Господи, посій свою віру, посій своё слово, хай воно роззіб'є ці кайтани, ці брехні, хай підніметься твоя, твоя істина, твоя надія, дай полюбити твоё слово, щоб від нього нам виросте у спасіння, щоб нам любити твоё слово настільки сильно, Господи, щоб день і ніч, Господь, дивитися туди, мати думки, Господь, твої, виконувати твоё слово у радості, Господи. Богослови нас, як тіло, як церкву, щоб ми не боялися сказати правду один одному, щоб ми не думали, що подумає ще хтось, щоб ми були щирі один перед одним, щоб ми відчували біль того, хто поруч, щоб ми відчували, може людина не може відкритися, але ми відчували і допомогли відкритися. Господи, хай буде все по-справжньому, як у тебе на небі, так і на землі. Принеси сьогодні свою надію, тому, хто втомився, підійми сьогодні того, хто впав. Дай сьогодні розуміння і нове бачення, хто бачить себе нікчемним, поганим. Дай нове бачення на себе самого, твоє бачення. Дай почути сьогодні твої слова, як ти говориш, що ти мій син, я тебе полюбив, і я не віддам тебе нікому. І я вірю в тебе. Господь каже, я вірю в тебе. Може, хтось не віри, він каже, я вірю в тебе. Я вірю в тебе. Зо мною ти зможеш. Просто вір йому. Господь каже, зо мною ти зможеш. Дивись на мене, не дивись на людей. Не слухай, що вони кажуть, не слухай, що каже світ. Почуй мене сьогодні. Почуй моє слово. Ти прекрасний. Ти чудова. Ти мій. І в цьому слові так багато. Він сказав, ти мій, ти моя. Там так багато вклав Господь у це слово. Ісус. Благослови нас. Турбуватися про своє життя, яке нам даєш ти на цій землі один раз. Що ми піклувалися про свій дух, про свою душу. Що ми були мудрими. Як ми проводимо цей час на землі? Господи, дні лукаві. Дні так летять, що ми не вспіваємо, Господь. Життя проходе. Господь, да нам його прожити так, щоб твоє серце раділо. І щоб ми могли сказати, Господи, війди в наш сад, ти вкушай цей плід, який ти зробив в нас, через нас. Блакай зараз своїм Господом. Він тебе чує. Відкрий своє серце, щоб почути Його. Він хоче підбадьорити тебе сьогодні. Він хоче, щоб ти по-новому побачив себе Його. Він тебе просто кличе до себе. Кличе ближче. Кличе до молитви. Кличе в своє слово. Кличе в своє спілкування. Він тебе кличе. Каже, приходь. Ми побалакаємо. Я тебе обійму. В мене є, що тобі розказати. Я дам тобі силу. Я дам тобі мудрість. Я покажу, куди йти далі. Тільки приходь. Я навчу тебе. Я допоможу тобі. Боже, зцілий серця. Ти знаєш, у кого досі звучать ці слова з дитинства. Якийсь негатив. Якісь речі, які просто занижували самооцінку. Які руйнували зсередини. Господи, прийди зараз Духом Святим і забери ці слова. Забери. Це, що виросло. Вирви з корінням. Вирви, Господи. Насади своє насіннячко. Своє слово. Насади. І дай вірити тобі, тільки тобі, Господи. Ісусе. Ти чудовий Бог. Ти чудовий Бог. Ти найкращий. За те, що бажав мене, збережу тебе. Зроблю тебе сильним. Спасибі, Боже, що ми будемо бажати тебе все більше і більше, любити тебе все більше і більше. Тому що ти нас любиш все більше і більше. Такими, які є. З помилками, із падіннями нашими. З усими нашими недоліками ти нас приймаєш. Навчий нас приймати один одного. Навчий, рідненьки, приймати нас один одного. Дай бачити далі. Дай бачити далі, Господи. Дай мудрості підіймати один одного. Допомагати один одному. Славямо тебе, Иисус! Славямо тебе! О, ісус! Твоя присутность все изменяет, Господи, когда ты приходишь. Действительно все изменится, все спевает, все оживает, Господи. Хай прийде Твоя присутность, Боже, в нашу страну, Господи, в каждую семью, в каждую родину, в каждое сердце. Хай прийти, Господь, віднови все, Боже, хай люди повернуться до Тебе, хай почнуть молитися до Тебе. Славимо Тебе, славимо Тебе, славимо Тебе, славимо Тебе, драгоценний Господь. Ти надія наша, ти спокій наш, ти наша мрія, ти наша радість. Скажи, Господу, те, що є зараз серце Твоє, скажи Ему, може це подяка, може це прохання, може це радість, може це питання. У Тебе є вибір, і в мене кожного дня ми вибираємо, кому нам вірить, кому нам служить. Кого нам любить, за ким нам іти, що нам дивитися, що нам слухати. У Тебе в мене є вибір. І Господь сказав, вибери благословіння, вибери мій шлях, вибери його. І Ти не пошкодуєш. Слава Тебе, Боженька. І весь народ Та скаже. Амінь. Аллілюя. Наш Бог великий. Аллілюя. Аллілюю. Амінь. Алліюя. У廣… Субтитры создавал DimaTorzok